Этот ролик полностью посвящен вентиляции и кондиционированию квартиры. Будет установлена приточная вентиляция и кондиционер. Рассмотрим все нюансы и тонкости этой работы. Что можно сделать своими руками, а на какие работы придется нанимать специалистов. Расскажу чем отличается вентиляционная система от кондиционера. Покажу монтаж всех устройств, ну и конечно посчитаем сколько все это стоит. Друзья всем привет! С вами как всегда Павел Сидорий, канал о ремонте и отделке. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В многоквартирных домах, в квартирах, остро стоит вопрос вентиляции из-за того, что современные пластиковые окна герметичные не пропускают воздух. Вентиляция в квартире нарушена, соответственно повышается уровень СО2, углекислого газа. Эту проблему часто игнорируют, считая, что в первую очередь нужно купить подороже плитку в санузел, получше обои или побольше телевизор. Просто все эти вещи материальные. Их можно потрогать. А золотой унитаз еще и красивый. Я уже молчу про ершик за 700 евро. А вот вентиляция это что-то невидимое. В конце концов можно просто открыть окна. Самое интересное, что человек, когда находится в квартире, он не ощущает спертый воздух. А вот если выйти прогуляться и вернуться в квартиру, то человек сразу ощущает тяжелый спертый воздух. И обычно люди, когда возвращаются, бегут открывать окна. Еще одна проблема, по которой не открывают окна в многоэтажках, это то, что большая разница давления. Когда вы открываете окно, получается сквозняк. Также, если окна находятся на две стороны дома, квартира просто может продуваться. А если ваши окна выходят на оживленный проспект, то это соответственно пыль, шум, выхлоп и смог. По этой причине люди тоже не открывают окна. Ребята, вот смотрите простой пример. Сейчас здесь открыто окно. Ну, так нормально с него дует. Идем в другую комнату. Открываю окно здесь. Все, пошла турбулентность. Реально, воздухом, потоком воздуха сносит. Смотрите, что здесь происходит. Жалко, камера не передает поток воздуха, потому что реально просто невозможно находиться в квартире, потому что образуется сумасшедший сквозняк. Если еще открыть окно здесь где-нибудь, вот где-нибудь здесь, то вообще получается, что всю квартиру сносит воздушными потоками. Для того, чтобы в квартире был постоянно свежий чистый воздух с закрытыми окнами, нужно ставить принудительную подачу воздуха. Это может быть стационарная система, установленная на балкон, или компактная вентиляция по типу бризера. Безусловно, многоуровневая стационарная вентиляционная система это круто, но она дорогая и занимает очень много места на балконе. Плюс ко всему, еще по квартире нужно везти воздуховоды, которые потом еще надо защитить гипсокартоном и как-то облагородить. На мой взгляд, сейчас самым оптимальным и гибким решением для квартиры является установка бризера. Что такое бризер? Это компактная вентиляционная система, которая может быть установлена уже в готовом ремонте. В устройстве есть система фильтрации и подогрев воздуха. Бризер забирает воздух с улицы и подает чистый воздух в комнату. Всего в квартире будет стоять три бризера. Два из них я снял со старой квартиры и один докупил. Первый бризер будет стоять в детской, второй в спальне и третий на кухне в нижнем шкафчике. В столешнице будет прорезанная вентиляционная решетка. Это бризер Тион 3С. Сейчас уже есть модель 4С. Она отличается немножко по мощности и по тишине, но так как я покупал их раньше, то у меня 3С. Вообще, если бы сейчас покупал, то купил бы, конечно же, 4С. Почему именно Тион? Во-первых, они у меня уже стояли в старой квартире и уже проверены на личном опыте. Во-вторых, на данный момент по производительности, фильтрации и тихости работы это лучшее предложение на рынке. Сейчас сделаю небольшую распаковку, покажу, что находится в коробке. Инструкция и крепление. Электрический кабель для подключения к сети. Наружная вентрешетка. Шаблон для установки. Пульт управления. Ну и непосредственно сам бризер. В этом месте будет стоять кухня, поэтому я предварительно все точно рассчитал. Была одна проблема. Кабель как раз таки попадал в крепление, то есть само отверстие, которое будет сверлиться на улицу. Почему? Потому что изначально здесь бризер не планировался, но потом спланировали сюда еще поставить бризер, он будет как раз таки находиться в кухонной мебели. И поэтому здесь я предварительно все рассчитал. Можно вот этот вот шаблон, который идет в комплекте, его можно взять в интернете все размеры и посмотреть. Вот как-то так вот получится. Теперь можно приступать к установке. По шаблону разметили, где будет отверстие. Отверстие будем делать при помощи установки для алмазного сверления. Сверху есть пузырьковый уровень для того, чтобы контролировать наклон. Диаметр будущего отверстия 132 миллиметра. Первым делом крепится направляющая шайба для алмазной коронки. После этого засверливается коронка в стену. Оператор, контролируя наклон, начинает сверлить стену насквозь. В данном случае не используется направляющая станина по той причине, что стены мягкие и дрель можно держать в руках. На всю глубину коронки не хватает, поэтому высверленные куски достаются из коронки. Установку производят ребята с канала вентиляция квартиры и дома. Я с ними традиционно работаю. Они, кстати, стали работать в Москве. Кому нужно обращайтесь, ссылка будет в описании. Снаружи получается аккуратное отверстие. Блоки из керамзита бетона внутри с пустотами. Вот какая нора получилась, как будто выход в другое измерение. Снаружи это все выглядит так. Труба для бризера диаметр 100 миллиметров, обклеивается сверху пенофолом для теплоизоляции. Двойной пенофол плотника заходит в отверстие. Само отверстие 130 миллиметров. Здесь вот получается сверху вентиляционная решетка. Если бы у нас была возможность поставить ее с обратной стороны, то здесь был бы колпак. Так как у нас здесь нет возможности поставить, потому что мы не достаем, реально надо вызывать промышленных альпинистов, здесь ставится просто обычная заводская решетка. Вот так вот. То есть чтобы дождь не попадал внутрь. Отверстие сделано под наклоном до 5 градусов для того, чтобы осадки, вот дождь допустим сюда попадет, чтобы он вытекал назад. Дальше вот эта вся конструкция, вставляется просверленное отверстие и забивается. Труба входит очень плотно, поэтому ее реально нужно забивать молотком. Вент решетки вообще заходит горизонтально, просто снаружи у меня криво стоит камера. Размечаются и сверлятся отверстия для крепления бризера. Вилка в кабеле обрезается и он подсоединяется напрямую. Вообще подсоединение тенок электросети может быть через розетку и напрямую, когда провод не видно. Он получается внутри. Дальше прибор просто навешивается на верхние крепления и потом еще прикручивается двумя саморезами внутри. После устанавливаются фильтрующие элементы. Бризер может устанавливаться как на черновых этапах ремонта, так и когда все готово. Вот в принципе и вся установка. В других комнатах установка происходит по одинаковому алгоритму. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok С одной стороны бризер это простое устройство, но с другой стороны в такую маленькую коробку нужно засунуть производительный двигатель, чтобы он давал довольно-таки приличный объем воздуха, фильтрацию, нагреватель и в то же время, чтобы это все было надежное и тихое. Сейчас я покажу как здесь все устроено. Я его снял временно. Мы делали штрабу для того, чтобы проложить трубку для конденсата от кондиционера. Поэтому я снял его и сейчас на столе я покажу как он устроен. Снимаю крышку. Система фильтрации устроена следующим образом. Угольный фильтр защищает от запахов, выхлопов, смога и так далее. Хепафильтр защищает квартиру от мелкой пыли, пыльцы, аллергенов и все, что с этим связано. И вот такой вот поролоновый фильтр защищает воздух от крупного мусора, например, от тополиного пуха или каких-то там, я не знаю, мелких насекомых. Все, что относительно большого размера. Здесь есть датчик температуры и вот снизу здесь вот он стоит керамический нагреватель. Воздух попадает в комнату через вот эти вот верхние отверстия. Снизу еще есть вот такое вот отверстие для того, чтобы забирать воздух из комнаты, когда включен соответствующий режим. Прибором можно управлять через телефон. Для этого нужно скачать соответствующую программу. Теон. Деморежим. Значит, есть шесть скоростей. Первая, вторая скорость. Это прибор работает практически бесшумно. Третья, четвертая, пятая. Это уже интенсивная вентиляция. Допустим, ее можно включать, когда вы ложитесь спать перед сном. Также забор воздуха может быть с улицы. Циркуляция из комнаты, когда воздух проходит просто через фильтр. И не вентилируется, а просто очищается. И смешанный, когда часть воздуха берется с улицы, часть воздуха с комнаты. Во всех режимах воздух проходит через фильтры. Также нагревательный элемент. Ну вот здесь вот регулировка воздуха. Больше, меньше можно включать. В зависимости от той температуры, которую вы хотите. Ну и соответственно, сколько дней для замены фильтра. То есть в принципе все просто. Также бризером можно управлять через пульт управления. Для комфортного проживания в квартире помимо вентиляции нужен еще и кондиционер. Так как квартира смотрит на северо-восток, здесь вообще больших проблем с солнцем нет. Но тем не менее, в нашем умеренном климате, напоминаю, что я живу в Минске, бывают такие месяцы, когда жара стоит 30-35 градусов. Что касается выбора кондиционера, я выбирал его по следующим параметрам. Первое, это энергоэффективность. Он должен быть инверторный. Второе, это тихий в работе. Третье, красивый внешний вид. И четвертое, он должен быть недорогой. В квартире будет установлена сплит-система от компании Cooper & Hunter серия Veritas NG. Модель CH-S12FT-XQ-NG. Более подробные характеристики вы можете посмотреть по ссылке в описании. Из особенностей, помимо всяких основных и мелких функций, у моего кондиционера есть 7-ступенчатая система очистки воздуха. Сплит-система состоит из внутреннего блока, который устанавливается внутри помещения. И внешний блок, который будет установлен на посаде здания за окном. Еще пришлось заказать декоративную металлическую решетку на фасад. Это обязательное условие установки кондиционера в нашем товариществе. Вот как это будет выглядеть на фасаде здания. Стоит она кстати немало, 240 белорусских рублей. Кондиционер будет стоять в спальне. Это угловая комната, она самая жаркая и здесь больше всего солнца. Что я сделал самостоятельно? Это разметил, порезал и выбил все штробы и подвел электрический кабель к кондиционеру. Предварительно в то место, где будет стоять внутренний блок, я вывел электрический кабель. В зависимости от модели он может выводиться как к внешнему блоку, так и к внутреннему. Предварительно я все разметил и нарисовал на стене карандашом. Делаю отверстия для коммуникации, так как они пойдут с обратной стороны стены. С другой стороны при помощи штрабореза прорезаем штрабу. По ширине 7 сантиметров, глубина 4. Еще нужно сделать штрабу в подоконнике, так как под окном пойдет отвод конденсата в канализацию. После долбежных работ в штрабе под окном был сделан наклон при помощи гипсовой штукатурки и коротких маяков. 1 сантиметр на метр, соответственно на окно 3 сантиметра. Вообще, с точки зрения установки кондиционера самостоятельно, это не совсем целесообразно. Потому что есть очень много нюансов, которые нужно знать. А во-вторых, это нужно иметь специализированный инструмент. Расфальцовочный для медных труб, вакуумный насос, большой бур и так далее. Дальше я просто пригласил монтажников и сейчас покажу весь процесс установки. Ребята просверлили отверстие под окном для вывода коммуникаций. Перекрутили крепление для внешнего блока. Установили внешний блок на крепление. Работа, конечно, не для слабонервных. Протянули коммуникации от внешнего блока до внутреннего. И после этого смонтировали декоративную решетку на внешний блок. Дальше нам осталось только проложить трубку для отвода конденсата. Чтобы прорезать штробу, пришлось снять бризер. Продолжение следует... В этом месте будет стоять кондиционер. Коммуникации от внешнего блока через стену приходят к внутреннему. С другой стороны коммуникации по самому короткому пути по диагонали заходят под окно, где стоит внешний блок. В этом месте коммуникации расходятся. Две медные трубки идут к внешнему блоку, а трубка для отвода конденсата по подоконнику идет в сторону канализации. Для отвода конденсата под окном идет гибкая трубка. Сделан, кстати, уклон из расчета 1 см на метр. То есть на ширину окна сделан уклон 3 см. Дальше прорезана штроба и трубка идет за кухню. Дальше за кухонными шкафчиками трубка пойдет просто по стене. Для того, чтобы прорезать штробу, пришлось снять бризер и еще вот в этом месте обойти электрический кабель. Вот как выглядит внешний блок на улице. Для чего он вешается под окном, чтобы его можно было обслуживать? Эту установку мне согласовали в товариществе. Если его повесить на стену, допустим сюда, то тогда нужно будет вызывать промышленных альпинистов. А так открыл окно и можно в принципе дотянуться до всего, что здесь есть. Все коммуникации потом мы замазали гипсовой штукатуркой. Первый этап установки кондиционера закончен. Второй этап будет производиться на чистовых работах. Когда уже все будет сделано, ребята придут и навесят внутренний блок и закачают систему фреоном. Кондиционер и вентиляционная установка это абсолютно разные устройства, которые не заменяют друг друга. Бытует распространенное заблуждение, что кондиционер вентилирует квартиру. То есть он берет воздух с улицы, охлаждает его и подает в комнату. На самом деле кондиционер работает по другому принципу. Он просто воздух, который находится в комнате, пропускает через себя, охлаждая его и очищая. А внешний блок нужен для охлаждения фреона. Кондиционер охлаждает или нагревает воздух внутри помещения, он не берет воздух с улицы. А вот вентиляционная установка Breezer берет воздух из улицы, пропускает через фильтры и подает в помещение свежий воздух. Соответственно кондиционер и вентиляционная установка это два разных устройства, которые друг друга дополняют, но не заменяют. Поэтому нужно и то и другое. При планировании своего ремонта это важно учитывать. Смета на работу и материалы. Стоимость работы приборов может отличаться в каждом регионе. Честно скажу, что вентиляция дело затратное. Я покупал Breezeri в промежутке трех лет. Сначала один, потом второй и в новую квартиру еще один. Ко всем этим тратам нужно морально себя подготовить. Комфорт требует финансовых вложений. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!